В областном центре началась вахта памяти, посвященная Великой Победе. Сталинград и Воронеж – две раскаленные точки, через которые проходила линия фронта. 212 суток продолжалось противостояние с захватчиками. Столица Черноземья вошла в число наиболее разрушенных городов Европы. Здесь было уничтожено более 90% домов. Тысячи людей отдали свои жизни за то, чтобы Воронеж остался русским. О городе воинской славы в нашем сюжете. Сменяется почетный караул у Вечного огня рядом с музеем-диорамой на левом берегу в Воронеже. 6 мая юнормейцы заступили на вахту памяти. Памяти тех, кто 212 дней и ночей насмерть стоял в ожесточенных боях за город Воронеж. И всех, кто добыл победу в Великой Отечественной войне. В этом году участвуют в этом процессе 4 школы и 2 военно-патриотических клуба. Ежегодно школы меняются. И вы видите, что у Вечного огня стоят обучающиеся, которые являются юнормейцами. Входят в состав юнормейского движения, всероссийского юнормия. В 90-х традиция была прервана, но ее восстановили в 2012-м. Сегодня на вахту памяти заступили сразу в нескольких местах города. На Чижовском плацдарме, площади Победы, у памятника славы, у музея-диорамы. Музей-диорамы находится на территории братской могилы номер 6. Здесь захоронены останки солдат, защищавших Воронеж в годы Великой Отечественной войны. В основном здесь захоронены те солдаты, которые приправлялись здесь со стороны придачи и погибли в ожесточенных боях. Сотни фамилий бойцов на эмориальных досках. В захоронении покоятся остатки 308 бойцов и командиров 60-й армии. Четверть часа на посту проходит вроде бы быстро, но за эти 15 минут можно подумать о многом. Мы отдаем дань памяти всем людям, которые погибли за нашу свободу, за нашу жизнь. Если бы не эти люди, то и я, и вы, и в принципе все здесь находящиеся, могли бы сейчас не стоять здесь. Вот, как-то так ради этого мы стоим и идут мысли о том, что вспоминаю, что мой прадед, еще прадед, прапрадед, дед, когда-то все воевали. И надо отдавать им дань памяти, то есть как бы благодарность за то, что мы все живы. Артем Платонов немало узнал о той войне от очевидца событий, своего прадеда. Он жив и встречает очередную годовщину победы. Мой прадед воевал, Явлах Владимир Прокофьевич, воевал в 47-м саперном полку. Он до сих пор жив, и мне очень приятно видеть слезы на его глазах, когда я ему приношу газеты, новости показываю, где участвую я. То есть для него это очень приятно видеть, как его правнук, участвует в каких-то военных мероприятиях, отдает память героям, как сейчас вахта памяти. Также участвует в параде на 9 мая. Вахта памяти проходит Воронеж с 6 по 9 мая. Участвуют в ней не только школьники, но и курсанты военных училищ. Сразу у нескольких воинских захоронений в городской черте. А главный пост здесь, где находится стела Воронеж, город воинской славы. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41-й канал.